Здравствуйте, дорогие друзья. Новая недельная глава, шлах, новые идеи, разведчики, разведчики пошли в землю Израиля, Нитона разведывали, очень серьезная глава, которая, последствия, которые мы ощущаем по сегодняшний день. И, вы знаете, в чем была суть проблемы разведчиков? Это перед ними стояла задача, которая стоит перед нами всю нашу жизнь. Правильно оценивать то, что мы видим, правильно оценивать то, что с нами происходит, смотреть на события под правильным углом зрения, а не под давлением прессы, соседа или какого-то знакомого. Отношение к заповедям. Вы знаете, вот великие люди относились к ним уникально. Они понимали, что это нити, пронизывающие нашу жизнь. Однажды мальчик Иосиф один был, он насиротел в раннем возрасте, и вот уже он учился в Ешире, как быть не знать, надо же невесту искать, как быть не знаю. У него дерзкая мысль, пойду к Раву из Бриска. Прибыл в дом Ицкак Зеева Соловейчика и попросил принять его. Рав Соловейчик принял его, спросил, что ты хочешь. Он говорит, я хочу, чтобы мне помогли с ватовством. А то мне трудно искать информацию о девушках, я учусь. Я не занимаюсь ватовством, сказал ему Рав. Если нуждаешься в хорошем совете, обратись к отцу. У меня нет родителей, сказал Иосиф. Еле слышно, так, знаете. И только он договорил, Рав страшно побледнел, ноги подкосились, упал в кресло. Он все время повторял прямая заповедь Торы, не обидеть сироту. Он выгнал всех, сказал, два часа никого не принимаю. Он сам занимался этим ватовством. Юноша понимал, что надо уходить. Он его сажал, говорил сидеть. И вот опять с ним рассказывал, все время выяснял. И он действительно нашел ему невесту. Но вопрос не о невесте, а вопрос там, как человек увидел заповедь, не обижать сироту. И что с ним происходило. С другой стороны, я расскажу вам короткую историю из книги Аватейну Сипрулану. Которая рассказывает о Йосифе Акоэме. Он великий праведник, замглавы Туниса был. Рава, зам Рава Туниса. И вот однажды он, большой Рав, посетил город, проверить решил, как живут евреи. Подошел, спрашивает, как вы живете, Тору, заповеди соблюдайте. Ему говорят, слава Творцу, Раве, нет убийц, разбойников. Мы все, так сказать, да. Ты меня порадовал, сказал Рав. А как дела с заповедями, там, как с благотворительностью, кашрут, суббота. Ну, тот смутился, говорит, к чему обвинять Раве? Достаточно, что они воздерживаются от грехов. Там, вот, Рав понял, что ситуация не очень, да. И вот он шел, думал, что же делать? Вдруг услышал такой запах тошнотворный, увидел, дохлый осел. У обочины, одним туча мух. Подошел он, сказал своему помощнику, заверни ткань черную. Я тебя подожду, там купи. Он прибежал быстренько, завернул осла и пройди по городу и скажи, что найден умерший, жители должны его похоронить. Все должны прийти на его похороны. Объяви, что большой Рав произнесет травмную речь. И что похороны предшествуют всем остальным запретам Тору и так далее. В течение часа собрались жители города, мужчины, женщины, удивленные, кто убит, кого коснулось, что это. Мудрец забрался на камень и сказал, братья мои, слушайте меня. Когда находят погибшего, неизвестно, кто убил, обязаны жители города привестить лицу и сказать, не наша рука проливала кровь. Ну, все еще больше волнуются. Тем более, когда умерший был образцом для всех. Он, этот человек, он умерший, никогда не говорил пустых слов. Умерший никогда не злословил. Умерший никогда не лгал, не сплетничал. Он соблюдал все свои годы постмолчания. Но люди вообще в шоке. Такой праведник жил среди нас, мы не знали. И не только это сказал Рав. Умерший был из тех людей, которых обижают, а он не обижается. Он слышал поношения, не отвечал от них. Он отдалялся от удовольствия этого мира. Никогда в жизни не ел мясо. Никогда в жизни не пил вина и не спал на кровати. Ну, все вообще в шоке. Кто это? Все начали плакать. Кто это? Раби, что это? Рав спустился с камня, подошел, открыл черную ткань. Все увидели этот кошмар. Люди начали рассказывать недовольство. Рав посмеялся над нами. А сказал Рав. Рав сказал нет. Все достоинства, которые я упоминал, были присущи этому животному при жизни. Он был скромным, много ел, страдал, оберегал свой язык от злословия. Исполнял заповедь, удаляйся от зла. Однако, несмотря на это, как был ослом, так и остался. А почему? Потому что не исполнял заповеди, делай добро. Не учил Тору, не исполнял заповеди, не проявлял милосердие. Если мы всмотримся, то увидим, что после, когда происходит исповедь у человека, он что добавляет? Отклонялись от моих, твоих добрых дел, заповедей и установлений. Ибо недостаточно воздерживаться от грехов. Необходимо добавить еще и плюс какой-то, исполнение заповедей. И тогда мы действительно будем людьми, а не ослами. Поэтому человеку надо серьезно взвесить на весах, вот этих внутренних правильных весах. Куда он идет и кем его можно назвать. Браха ва цлаха. Чтобы у нас была хорошая неделя. И чтобы еще раз повторяю, мы правильно оценивали то, что видим и то, что с нами происходит. Браха ва цлаха.